Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео снова будем разбирать ваши ошибки, которые вы мне присылаете. Что хочется сказать вначале. Человек задонатил мне 200 рублей, и мы его сейчас за его же бабки будем хуесосить. На самом деле я просто разберу реплей и скажу, где будут ошибки. У меня нет какой-то цели в каждом таком видео, кого-то как-то там оскорбить или чтобы он обиделся. У меня просто есть цель. Посмотреть реплей и со стороны своего экспертного взгляда рассказать, что было не так. Так вот, человек называет эти реплеи, которые у него на вот реплейс там собраны в кучку, что это бои, где команда мечты. Так сказать, когда команда сливается в нулину, а ты такой вот хороший, весь участвовал в бою, но твоя команда куда-то исчезла. Так вот, команда мечты, это конечно все очень хорошо, но вот прикольно звучит это от человека, который сам является частью команды мечты. Итак, начнем с того, что наш человек играет на СТРВ и все реплей, которые у него там есть, тоже на СТРВ. Здесь у нас произошел не особо правильный выстрел, мы стреляли не на ход танку, а в него, и в конце у нас дернулась мышка, мы стрельнули сзади танка. То есть, враг ехал налево, мы стрельнули справа от него и как-то попали. Это конечно нереальное везение, мы должны были не попадать, скорее всего, первый выстрел, но чудом попали. Второй выстрел у нас, подождите, второй выстрел у нас тоже был с ошибкой, человек вышел из прицела, а стрельнуть забыл, а потом нажал, а мышка опять дернулась и стрельнул мимо. То есть, стрельба у нас уже плохая, потому что мы рано выходим из прицела, и мышка у нас дергается, или руки с мышкой. В общем, это проблема, стрельба у нас уже не очень. Итак, следующее. У нас есть ЛТшка, которая нам пытается что-то там, пытается светить. Ну, чел на ЛТшке пытается играть в ЛТшку. Такое очень часто мы видим в рандоме. Пытаются почти все ЛТ-воды играть в ЛТ. Не у всех получается, но многие пытаются. Мы на танке, который может играть хорошо только в один геймплей. Этот геймплей просто деф, защита. Сдерживать направление, прикрывать союзников. Мы очень плохо ездим в атаку. Мы очень плохо можем играть активно. Нам всегда нужна какая-то позиция. Вот наша позиция. Вот светляк, который хоть и никудышный, но он существует. Мы плохо наваляли деревьев. Здесь можно было устроить такое гнездо, что чтобы нас засветить, нужно было бы в нас врезаться. Но мы не устроили гнездо, не прикрываем нашу ЛТшку. Мы на танке, который создан максимально для дефа, зачем-то выехали на бугор. И мы сейчас не пользуемся нашей пушкой. Мы могли бы отъехать назад, вдоль моста, встать вот здесь и попробовать пострелять в тяжей. Мы могли бы подождать, пока ЛТшка что-то посветит. Сейчас ехать нету никуда смысла. Да и наш танк для этого не создан. И из этого еще выходит следующее. Человек говорит, что у нас команда мечты. Но честно говоря, у нас танк мечты, который подходит под команду мечты. Почему? Потому что танк, созданный только для одного геймплея, он уже очень сложен для рандома. И нужно очень хорошо уметь играть в этот геймплей дефа, защиты и прикрытия союзников. Мы должны мгновенно реагировать на карту и знать, где какие позиции, чтобы хорошо прикрывать везде союзников. Потому что в конце боя мы уже будем не особо полезны, когда нужно будет атаковать. Если в бою случится такой момент, что нам нужно атаковать, наш танк обосрется в 99% случаев, когда нужно атаковать. Поэтому, раз ты уже сидишь на этом танке, так нужно было изучать этот геймплей. Позиции, карты нужно знать досконально. Все прострелы. Но ты уже и по стрельбе, и вот сейчас фигней занимаешься. Ты поехал вперед, вместо того, чтобы сейчас стрелять по Е25. Или ехать тяжей прикрывать. А вместо этого ты просто куда-то едешь. И сейчас будет момент, когда уже понятно, что вот сейчас ты уже светишься. Ведь твой танк висит... Висит. Твой танк торчит из забора. Но ты что-то минжуешься на месте. И только когда лампочка загорается, ты понимаешь, что ты светишься. Но для меня это было понятно еще до лампочки. То есть здесь ты не понимаешь, когда твой танк засветился без лампочки. И это очень плохо. И сейчас ты в свету, в осадный режим становишься. А потом выходишь из него. Ну, слава богу, что ты не остался в нем. Тебе еще две арты могли скинуться. И ты в целом не прикрыл ЛТшку. Е25 просто приехала его и убила. А ты мог дать Е25 одну тычку, и у Е25 было бы полхп. Скорее всего, Е25 бы слился. Ты не прикрыл своего ЛТ-вода. Хоть он и не был каким-то там офигенным ЛТ-водом, судя по всему. Но он пытался. Он какой-никакой куст занял. Он не слился, но ты не помог ему. Сейчас Скорпион в простреле. Но ты даже не проверяешь в простреле Скорпион или нет. Вот здесь Скорпион в простреле. Все это очень просто. Берешь, мышку наводишь на Скорпиона, и вот видишь, контур там мигает. А это значит, что он в простреле. Но ты куда-то едешь. Еще один человек, который светил, там на него упарывался Скорпион. Причем Скорпион с жопой там куда-то отъезжает. Он до сих пор светится. Ты мог стрельнуть в него. Ты не знаешь геймплей своего танка. Ты не умеешь в него играть хорошо. Ты не прикрываешь своих союзников. Это первоочередная твоя задача. Сейчас враги едут, упарываются. Можно прямо здесь трансформироваться, вылазить на холмик и стрелять. Что ты, в принципе, и делаешь. Ура! Команда мечты. Это очень интересное высказывание. Но чаще всего я слышу это высказывание от людей, которые сами являются частью команды мечты. И про то еще хочется сказать, что твой танк это тот танк, который очень тяжело реализовать в боях, где есть действительно команда мечты. Когда ты реально тащил. Есть танки, которые более приспособлены для игры в World of Tanks. И это не СТРВ. СТРВ играбельный танк. Хороший танк. Но он может только в один геймплей, который нужно досконально изучить. Сейчас ты снова заранее выходишь из прицела, а потом только выстрел нажимаешь. Но это не очень правильная стрельба. Есть танки, которые активно принимают участие с самого начала боя. И на них легче влиять на исход боя, потому что ты с самого начала размениваешь свое ХП. Светишь врагов. Убиваешь врагов. И участвуешь активно в бою, отвлекаешь на себя врагов. Команде легче играть с тобой. А вот с таким союзником команде не легче играть. С тобой очень тяжело твоим слабым союзникам сыграть. Потому что ты и сам слабый. Тем более в этом геймплее видно, что ты не доигрываешь во многих моментах. В принципе в этом бою больше особо ничего и не будет. Просто ты не исполнил геймплей своего танка. И мог сделать намного больше. У тебя слабенькая стрельба. И ты очень плохо находишь прострелы. Мало знаешь прострелов. И не чувствуешь, что нужно делать в бою. В принципе что я еще могу сказать по поводу того, как этот человек играет. Я еще целую кучу реплеев его посмотрел. В принципе там нечего смотреть. Ну в плане того, что мне нечего там показывать для вас. Там все одно и то же. В каждом бою человек неправильно выбирает время и место, откуда прикрывать своих союзников на танке, который создан только для одного. Деф, защита, прикрывать, менять позиции. Вот в принципе и все. Но ничем этим наш игрок не занимается. Пытается какой-то урон настреливать. Но ошибок очень много. Все неправильно. Не с тех мест. И не на всю эффективность, которую можно было показывать на этом танке. В тех боях, которые он играл. Поэтому что я могу сказать. Очень слабо. Тут ошибок в принципе полно. И в основном они связаны и со стрельбой. И с выбором позиций. И с выбором не только позиций, но и со временем, когда их занимать. Поскольку очень часто было видно, что и в остальных боях человек просто переезжает. Когда еще можно было стрелять куда-то, переезжает куда-то в другое место, откуда некуда стрелять. Или меньше прострелов. И в целом это происходит каждый бой. И мне кажется, что этот геймплей и этот танк, он не подходит для новичков. Нужно досконально знать карту, тайминги, прострелы. И чувствовать бой, ход боя. Как он происходит. Чтобы тайминги вообще никакие не пропускать. Это не для новичков. И не для людей, которые играют на слабом уровне. Потому что здесь просто идет на стрел. Постольку, поскольку. Типа вот кто-то где-то там подставился. И он стреляет. И все. Это очень слабый уровень. Ну в принципе ни о чем. Очень слабо. Нужно поучиться еще играть на каких-нибудь стэшках. Быстрых тяжах там и так далее. Этот геймплей слишком сложный для такого уровня игры. В принципе все, что могу сказать. С вами был Арчик. Горать красиво. Всем пока. Продолжение следует.